Итак, дорогие друзья, здравствуйте! С вами Валерий Бовсыновский. Сегодня мы поговорим, как с любого уровня стать профессиональным программистом быстро. На реальных примерах. Итак, запоминаем, у нас есть два вопроса. Первый вопрос. То, чем я занимаюсь, то есть как я обучаюсь программированием в данный момент, приведет ли меня к профессионализму? Это вы ответите сами в конце видео. И что делать? Ну, давайте рассматривать пример. Вот парень. Ник Кеплерт. Если вы не знаете, что это такое, это вьюха Джанго. Давайте смотреть, что он делает. Описывает файл. Сегодня я разберу такой как, как вью, который является прародителем 30 классов. Выяснил же. Есть твой раз. Денис, молодец. Преднамеренно простой родительский класс, только реализует диспетчеризацию по мету, простая проверка работоспособности. Список атрибутов. Список атрибутов. Прекрасно. Конструктор вызывает RoyalConf, может вызывать. Дальше. Просмотрите аргументы ключевых и сохраните их значения в нашем, или вызвать исключение. Иными словами, человек описывает файл прекрасно довольно. Ребят, я сейчас вам буду задавать вопросы, а вы себе на них отвечайте. Лучше, если вы будете записывать эти вопросы, да, и поставить плюс-минус. Ребят, значит, одна оговорка. Запомните. Я никогда никого не подъебываю, но я ругаюсь матом. И сегодня я буду преднамеренно ругаться матом, потому что нельзя не ругаться матом, когда можно не ругаться, да, но нельзя. Итак, я вас попрошу ответить на полном серьезе себе. Записывайте вопрос. Вот вы сейчас изучаете программирование. В чем заключается моя, я пишу, да, ваша, то есть моя методика обучения языку программирования. Вы можете, вы можете описать в нескольких словах. Ребят, ну, сейчас буду ругаться, сразу предупреждаю. Поэтому, кто не приемлет мат, закройте видео, и все, да ну его нахрен. Ребят, если вы сейчас начнете, типа, ну, я, набираем. Пайтон. Открываем документацию. Открываем туториал. Если вы сейчас начнете описывать, типа, или вы уже описали, лучше, если бы описали, да, опишите, тогда поймете. Вот остановите, опишите сначала. Блять, ну, что непонятно. А писать, а потом посмотреть, чтоб дошло. Вот, извиняюсь за мат, буду извиняться. Ребят, если вы сейчас напишите, типа, ну, я там открываю книгу и по порядку изучаю. Да, у меня есть проблема, пока я изучал сначала, я уже забыл. И у меня серая масса, что я называю кашей. Ну, или второй известный способ. Ну, я хожу по интернету, читаю статьи. И стараюсь решать задачи. Отлично. Отлично. Слушайте. Ладно, я пока так. Не буду кипятиться. Ребят, это вопрос, сразу скажу, он несерьезный. Это вопрос подковырка, да. Ну, я сказал, нету у меня там подковырнуть, но просто я вам задаю вопрос. Какой язык вы будете учить первым? Какой вторым? С первым? Ну, вопросов нет, я согласен. Выбирайте любой. Какой вторым? Какой третьим? Вы знаете, что можно найти в интернет? Какой язык учить прямо сейчас? Сейчас, ну, поехали там. Так, не напугал я вас. Python, C, Java, C++, окей. Ребят, давайте мы с вами сейчас соберемся строить дом. Сначала отвечаем на ваш первый вопрос. Потом перейдем. В чем заключается ваша методика? Итак, представьте, вы собрались построить дом. При этом, при этом вы начинаете, что логично сделать? По крайней мере, пойти, по крайней мере, пойти там, где строят дома и начать что-то участвовать в этом процессе, да? То есть, строить дом реальный. Ну, представим, что вы решили так. Так, ага, я ж в программировании занимался хуйней. Вот я там изучал, ходил, чего-то там изучал. Я тут так и продолжу. И пошли. Надо для дома пилить? Надо. Отлично. Так. Значит, вся семья. Меня сегодня не трогать. Я сегодня буду заниматься тем, что получать знания, как строить дом. Берем табуретку инструмент один, берем ножовку инструмент два, берем доску инструмент три и пилим. И, блять, себе думаем. Но дом будет охуенный. И пилим. Нет, мало попилили. Надо вторую доску пилить. Вторую. Отлично. Так. Завтра я, скорее всего, поменяю табуретку. Ведь я же могу при строительстве дома что делать? Крышу надо делать? Пилить на высоте. Значит, надо себя подвязать к дереву и пилить там. Завтра люди домашние, меня не трогать. Я должен отдохнуть. Завтра мне надо прицепиться к дереву и пилить там. Как же теперь табуретку пристегнуть? Смешно? Так не смешно, ребята, грустно. Если вы вот именно делаете так, а так делают большинство, где там, энта наша, изучаете язык и при этом вы не смогли объяснить методики, кроме того, что я изучаю методы, я изучаю классы, я изучаю то-то. А я вам скажу, вы просто занимаете себя языком программирование. Ни хрена вы не изучаете. Тогда дальше вопрос на засыпку. Да какой язык вы будете изучать первым, какой вторым? Решили, ответили, хотя бы честно ответьте, хотя бы в душе. Себя не надо обманывать, не обманешь. Вот тут бы я написал так. Какой язык учить первый? Похрен. А почему? А потому что похрен. Кстати, как пишется? Через О или через А? А это не важно. Пусть бы хоть через А писал. Все равно похрен, похрен. Как хотите, говорите. Так в чем проблема? Здравствуйте, ребят. С вами Валерий Бовсуновский. Сегодня поговорим о том, как быстро трансформироваться с любого уровня в профессионала. Ребят, ну какая первая у вас реакция? Так нереально. Ну, как посмотреть? Давайте посмотрим. Построим беседу таким образом с вами сейчас, что вы будете отвечать на вопросы. И сами придете, либо не придете к выводу. Итак, прежде чем пойти дальше, давайте посмотрим кое-что. Парень. Парень. Это файл. Это Вьюха. Вьюха Джанго. Вью. Вот этот файл. Совершенно реальный код. И парень довольно уже классно его описывает. Преднамеренно простой родительский класс для всех представлений только реализует. Кстати, ООП он знает пока плохо. Мы только начинаем. Вот сейчас ООП заниматься серьезно. Конструктор вызывает роликов. Может содержать полезные... Просмотрите аргумент. Посохраните их значение в нашем... Значение или вызовите исключение. Итерируется на ход словарь. И уже... Оба-на. Итерируется. Уже. Уже. Вот оно. Сейчас мы посмотрим, почему я так порадовался. Я описывает. Пытается с ними что-то делать. Тем не менее, я этого парня, Денис Киплэрт, наблюдаю постоянно в исходных кодах. Мы вернемся. Как к этому прийти? Мне хотелось бы вам задать, ребята, вопросы. Значит, они очень серьезные. А вопрос к вам. Хорошо будет, если вы просто запишите все вопросы и попытаетесь ответить. Потом будете просматривать дальше видео. Тогда будет больше толка. В чем заключается моя методика обучения языку программирования? Вот вы лично учитесь. И как вы можете описать, понимаете, как вы можете описать, чем вы занимаетесь программированием? Я приведу простой пример. Значит, когда будете описывать, не у зрителей вы что-то типа. Поэтому я вас попрошу сейчас отключить видео и описать. Две-три строки, но что придет на ум? То есть поймите, вы то понимаете, чем вы занимаетесь. Не важно, вы на курсах, там читаете книги, с кем-то учитесь. Опишите, что вы делаете. Ребят, идем дальше, прежде чем вернуться к Денису. Я сейчас вам покажу кое-какие моменты. И если вы описали то, что здесь есть, то потом уже думайте, задавайте себе сами вопросы. Итак, я открыл туториал сайта Python. Все туториалы языкового программирования устроены в виде справочников. Как правило, все обучение идет в виде справочников. Не наблюдается ли у вас такого момента, что вы учите все по порядку? Списки, словари, там и так далее. При этом вы здесь путаетесь, да. И далее идете, идете, как-то прошли каким-то образом функции. В общем-то у вас каша в голове. Либо вы просто читаете статьи. Читаете статьи, стараетесь что-то делать. Там, как-то учиться. Если ваша методика напоминает примерно то, что я рассказал, то можно дальше, чтобы не обижаться на Бовсуновского, выключить видео. Потому что вопрос, я вам задаю вопрос. Вы знаете, как стать профессионалом? Если ваш ответ будет примерно такой. Ну, я буду учиться, учиться, и потом обязательно стану программистом. Ага, отлично. Тогда давайте я приведу такой пример. Вы собрались строить дом. Значит, вот здесь ваша логика будет работать железно. Потому что дом вам знаком, да. Логически, что надо сделать? По крайней мере, пойти туда, где строят дома, да. Второе. Конкретно начать строить дом. И уже, даже если разбираться, то разбираться по конкретному моменту. Например, надо заложить фундамент. Мы разбираемся, что надо выкопать, какой ров, чем его залить, и так далее, и так далее. Как вы думаете, если шаг за шагом вы будете делать, построите дом? Скорее всего, да. А скажите, пожалуйста, почему вы не делаете так? Например, я собираюсь строить дом. Так, я собираюсь строить дом. Потом, мне надо навык пилить? Надо, надо. Так, домашние, пожалуйста, все сегодня мне не трогать. Я сегодня буду заниматься подготовкой строительства дома. Берем табуретку, и главное, берем ножовку, берем доску и пошли пилить. Пилили, пилили, навык у меня маленький, думаю. Так, домашние. Сегодня я раньше лягу спать, потому что завтра мне рано вставать. Мне, я же когда буду строить дом, я на крыше буду работать. Ну, конечно. Поэтому мне надо себе за левую пятку привязать дерево, забраться на высоту примерно, чтобы это было фронтону, фронтону, и буду пилить там. Вот только вопрос, как табуретку. Ну, завтра это все решим. Сложная задача, меня не трогать. После завтра меня не трогать, я буду забивать гвозди. И что, соседская дверь или там, и пошли забивать гвозди. Ведь учимся, неважно где, главное забивать. Ребят, скажите, ничем не напоминает, если вы увидели, что, допустим, вы занимаетесь программированием, примерно то, что я сейчас рассказал. Хорошо, поехали дальше. Какой язык вы будете учить первым, какой вторым? Пока только вопросы. Абсолютно, скажу сразу, это вопрос серьезный, понимаете, для большинства людей. Для меня это вопрос вообще, ну, провокационный. Потому что на самом деле вы дойдете кучу статей для новичков, какой язык в этом году учить первым, какой вторым, и так далее. Ага, вот тут надо остановиться. Потом ответим, да, пробежимся по вопросам. Ребят, вы на постоянной основе, я вам задаю вопрос, вы используете документацию? Или вы придерживались мнения, а мне там ни хрена не понятно, я туда не хожу, я хожу в Google. Хорошо, тогда вопрос, понимаю, что задавать не надо, но я все-таки задам. Когда вам непонятна документация, вы идете в исходный код, чтобы внести в ясность. Понятно, что если вы не входите в документацию, а в исходном коде-то вообще ни хрена не понятно. Стоп! Вот начинаем разбираться. Так а что? А почему этому человеку понятно? Это не первый файл. Ребят, вы скажете, вот он умный. Почитаем. Маленький кусочек. Ну, вы можете прочитать все сообщения, одно из сообщений я вам расскажу. Я пришел в школу действительно с кусками кода в голове. Валерий помог мне все это объединить за пару месяцев. Ребят, смотрите, давайте теперь все-таки займемся более серьезно ответами на вопрос. Хорошо. Не так давно, не так давно я показываю этого парня. Этого парня. На один фрагмент хочу. О, о, ребят, давайте дам ответ. Ну, ну, люблю я вас. Понимаете? Иногда я ругаюсь матом, да? Но я ж... Не надо меня любить. Не надо, чтобы люди писали. И они пишут. Давайте разбираться. Добрый день. Ну, смысл понятен. Сейчас я объясню, в чем было дело. Но скажу радостью-то немного разбирать код, написанный серьезными ребятами. Это не мой уровень. Незнание ОП и много чего нет. Для нормального разбора исходного кода я понимаю, что это итерация, это каждодневная операция, и вот тут было уже все. Ничего не понятно. Я вижу, что ничего не понятно. А теперь давайте вот здесь немножко остановимся. Итак, вопрос первый. Отвечаем на эти же вопросы. Итак, ребята. Я вам говорю прямо. Почему? Потому что у новичка какая? Как думает новичок? Ну, вот я расскажу, как в 2008 году я думал. Что я сделал? Я хотел выучить язык. Я не понимал язык. Поэтому первое в описании видео для вас будет следующие, кроме этого видео, да, статья. Сейчас мы к всему придем. К всему вас приведем. Никуда вы не денете, писать будете. Как милые будете. Как я начал писать код. Так. Пока это закрываю. Это видео. Это видео. Здесь только разъяснены моменты к статье. Давайте вот так. Так. Ничего не надо пока. Все они потом сами посмотрят. И в ВКонтакте, допустим, читаете длинную статью, откуда делаете свои выводы, да. То есть, что, как, где. Так. 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 Продолжение следует... Ребята, мне пришлось отвлечься, поэтому кое-что могу повторить. Я не буду переписывать, нету часа сейчас. Ага. Поэтому я начну отсюда. Когда вам непонятна документация, вы смотрите исходный код, чтобы нести ясность. Итак, смотрите. Ну, например, для того, чтобы начать этот джанго, да, работать с любой веб-библиотекой, хорошо бы знать request-response, то есть запрос-ответ. Я просматриваю документацию, и мне что-то непонятно. Да, вот, допустим. Да, вот непонятно в данный момент. Вроде все ясно, да, но непонятно. Вы что делаете? Идете искать Google? Давайте попробуем вариант проще. Или для того, чтобы еще это понять, вы столкнетесь с такой вещью, если будете работать с джанго или с любой другой библиотекой, то столкнетесь с такими вещами. Например, request, дальше post, get. Кстати, что это такое и как? Я, значит, записал пару видео, чтобы вы понимали, что в джанго все намного сложнее, да? Плейлист даю вам. Значит, джанго.http.request. Если интересно, все остальные request-ы будут, в принципе, встроены так. В джанго довольно очень сложно. Ну, хорошо. Если я сделаю так. Джанго. Сурш-код. Итак, откуда я это взял? Ну, я умею читать документацию, к счастью, да? И вы будете уметь, никуда не денетесь. Да здесь написано, вот же, библиотека джанго.http. Поэтому мне долго думать не надо. Я открываю джанго. Иду в библиотеку http. Мы, кстати, сейчас я скажу, да? Что хотел сказать. http и открываю request. Я здесь видел класс. http.request. И мне его надо просто найти. Так, request у нас открыт. Request. Я его нахожу. Потом, когда я смотрю код, мне сразу становится понятно, что это все что? Это атрибут. Все стало на места. Моментально. Теперь, когда я открываю документацию, мне вполне понятно, да? http.request.post. Это атрибут. Понятно, сразу становится этот код. А там я объяснил, откуда берется request, да? Многие этого не знают. И так далее. То есть, все стало на места. Теперь я четко понимаю, что я использую и для чего. Так как вы можете посмотреть те видео, я здесь не останавливаюсь. Зачем я это рассказал? Возвращаемся назад к Денису. Значит, так, смотрим некоторые вещи. Это в группе работа, да? В бесплатной группе. Сейчас мы об этом поговорим. Так, это не то, это не то, это не то. Разобрался с миксинами. Написал, добавляю немножко ясности. То есть, для себя разбирается человек, да? Но глубоко. Как устроен, как устроена джанга. Скажите, пожалуйста, когда человек настолько глубоко понимает, как работает джанга, будет он писать код? Будет, без проблем. Это уже видно, да? Сейчас возьмем, откуда это берется. Там, где было то сообщение. Сейчас мы... Вот оно, да? А вот тут дальше. 1 час 45 минут потрачено решение этой задачи. Я специально джанга сделал там некоторые вещи, потому что такие вещи, как вот это, оно встречается наиболее часто. И большинство людей, что делать, если вы так делаете, то это очень плохо, ребята. Если вы, когда возникает исключение, что делаете, набираете в Google, не стараясь думать, то мы видим, кого мы видим абсолютно. Итак, возвращаемся к нашему вопросу. Я не зря так говорил, да? Сейчас мы возвращаемся. Так, ребят, так в чем заключается ваша методика программирования? Ребят, да нет у вас никакой методики. Вы просто-напросто заняли себе языком. Так делают большинство людей. А вопрос остальной заключается в том, я просто не знаю, как и что изучать. Вот вам статья. И я сейчас зачитаю, вы поймете, о чем я говорю. У меня есть понимание, как научить человека писать код. Это довольно просто. Давайте мы сразу ответим на вопрос. Статья это будет ВКонтакте. Просто начиная с ООП. Как стать реально программистом Python, начиная с ООП профессионально. Ну, здесь нас интересует немножко другое, да? Прочитайте. Опять же, я привожу здесь сообщение Дениса. Если сначала обучение, мне было ни хрена не понятно. То есть, было непонятно потом, что произошло. Ребят, в этой статье есть ответ. А произошло следующее. Он навел порядок с функциями. Поэтому это то, что надо делать. В школе я рассказываю как. Хорошо. Совет. Итак, давайте разберемся. Но прежде чем дойти до того, что я хочу, помните, я что сделал? Я вас еще мучаю. Я согласен, что не отвечаю сразу. Итерируется на вход словарь, применяется метод item. Теперь, смотрите. Что на тот момент делал Денис? Он уже разобрался с функциями. Начал писать. Начал писать. Ну, давайте все-таки так и делаем. Когда он начал писать, прошло немножко времени, то что он написал? Считывание параметров оказалось той базой, которая лежит повсюду, везде, что-то передается. Ребят, сейчас будет главное. Ну, так надо. А потом бац и и пишет. То есть, смотрите. Человек разобрался с итерациями. Человек с итертуль, с утилитами. Много с чем. А потом пишет. Итерации прекращают. Достаточно не прилипает. Здесь два есть хороших момента. Первый момент хороший. Изучил он правильно. Не прилипает. Если вы сегодня изучаете так, что изучили, а потом думаете, а надо, не надо, правильно думаете. Ведь почему человек не может писать? По одной простой причине. Потому что неверная методика. К этому идем. Но если бы он вот здесь вот забросил, все, считайте, все ушло. Код забылся бы. И поэтому я говорю. Потом я записал видео, которое сейчас, чтобы все-таки вернуть. Можете его посмотреть. Как итерации открывают путь. Это касалось Дениса, но скорее всего касается каждого из вас. И вообще метода отработки материала. А чтобы вы поняли, о чем здесь речь. О том, что если бы Денис оставил просто то, что он научился работать с итерациями, то это вообще ничего не значило. Что запоминается? Запоминается действие. Иными словами, тогда я ему дал задание, что сделать правильно. Пойти в джанго и сказать, а что делают итераторы. Что он сделал? Вот сейчас придем к основным вещам. Но я скажу, радости мало. Разбираться, код написан с серьезными ребятами, это не мой уровень. Но тем не менее, в Word 0401, ТОГО, да, ТОГО тогда брали. Он залазит в профессиональный код и начинает искать, что делают итераторы. Теперь смотрим. Возьмем вот этот пример, он самый простой. Итак, второй случай метод getItem представляет свой специальный метод Python, бла-бла-бла. Дальше все понятно. Да, мы это все равно разберемся, поэтому сейчас суть. С индексом иными словами. Представьте, у вас есть список элементов. Вы один удалили. Как проверить, сколько элементов осталось? Правильно провести итерацию. Вот. Полуфабрикат я называю. Это не паттерн. Это понимание, что если у меня есть список элементов, и я делаю любое действие, я могу это проверить при помощи итерации. Это навсегда с ним останется. Это с ним останется навсегда. Он будет знать, так как он проработал, где найти, где методы, и где еще посмотреть, запомнить. Но, сейчас будет ответ на вопрос вам, что делать. Но, смотрите, если ранее он писал про мой уровень, вот здесь я скажу, ребята, это зависит от настроя. Теперь давайте разбираться в методике, которую делает Бовсуновский в школе. Итак, зачитываю, что надо, прокомментирую. Эту статью я давал. Чем отличается наша школа от других школ программирования? В большинстве школ отторобанят материал за определенное время. Но ведь сам изучаешь, человек по себе то придумывает. Большинство из вас, что, ребята, ошибаются как? Вот, если я пойду на курсы, а то чуть на курсы, что я буду писать код. Не будете. Без вашего участия не будете. Но, мы говорим о трансформации. Есть она. Какой подход я использую в школе Бовсуновского? Да, у нас есть обычный подход. Ну, например, если брать курс Жанга, да, там, создание сайта. Тут идут спокойно уроки, урок за уроком, но есть определенная методика, чтобы работал Жанг. Кстати, на YouTube есть видео. Там есть плейлист, надо либо слева искать, либо пока он здесь. Пишем сайт с нуля на Жанга 4, да. И первое видео, какой сайт. Я его дам, а вы посмотрите уже там потом, да. Все. Дальше смотрим. Ребят, у меня не было людей, которые не начали писать, если они хотят. Значит, смотрите. Можно было бы сделать так, как я вам показывал. И как устроено большинство курсов, да. То есть идти от начала до конца и при этом намешать кашу. При том, если у вас возникает вопрос, а что там, дураки? Нет, не дураки. В виде каталога на сайте разработчика это правильно сделать. А вот изучать так неправильно. Почему? Разбираемся дальше в статье. Вот представьте, что делаю я в школе. Я в школе первым делом выделяю те моменты в программировании, которые надо просто отточить. Все остальное, которое не касается, можно изучить любое время. Ну, давайте почитаем. То есть школа Бовсуновского больше похожа на навигатор. Поэтому я говорю, что вы будете писать, вы будете проходить программирование, но с четким результатом писать. Потому что, как большинство ребят делают, увидели на сайте, там написано, устроитесь на работу. Все, все забыл. Главное пройти курсы и работа в кармане. Не вяжется. Потом ничего не происходит. И не будет происходить. А как понять, что происходит? Да вот, открывайте этот файл, допустим, который мы открывали. Ребят, можете описать? Если вы его описать не можете, ребят, так сначала же научиться читать, вот надо как-то, да? Прежде чем писать. Но если вы не можете описать и не пытались, а почему? А там страшно? А вот тут отвечаю на вопрос. После того, как Денис такое написал, я подумал, это ж не так все. И сделал такой плейлист, крутой Python. Посмотрите, тут видео еще добавите. Оно абсолютно бесплатно. Именно мы взяли что? Мы взяли в данном случае библиотеку ТОГа и работаем с документацией и исходным кодом. Работаем с документацией и исходным кодом. Вот этот файл. А, да, довольно важный. Мы взяли вот этот кусок. Поймете потом почему. И вот какой замысел. Прежде чем писать профессиональный код, давайте-ка на него хотя бы посмотрим. Ну, значит, человек, который писал этот код, Russell Kate Maggi, ведущий разработчик Джанго. При этом у вас будет, если вы начнете смотреть исходники, перекликаться с Джанго стиль 100%. Тогда вопрос. И мы разбираем. То есть, что такое этот код, вы посмотрите. Кроме этого, я даю эту ссылочку, и вы смотрите. Значит-то, ребят, давайте-ка я сначала скажу простую вещь. Может, мы будем строить дом? Чем отличается школа Бовсыновского? Отличается тем, в первую очередь, что мы работаем с реальным исходным кодом и реально работаем с документацией. Вот, например, в курсе Джанго вы много столкнетесь с документацией и научитесь многому. Не променул парень написать. Спасибо ему. Андрей. Валерий, Валерий, здравствуйте, хотел оставить отзыв о школе, точно не знаю той, а точнее ее полезно. Благодаря вам, я понял, что документация, это не так страшно, как кажется на первый взгляд. Хоть и не прошел все уровни в вашей платформе, а прохожу до сих пор, выброшен, сдал проекты и так далее. То есть, человек начал использовать документацию. Вот это программист уже. Ему не надо больше думать, программист он или нет. Он программист. Он будет это развивать. Андрей, добавляем исходный код. То, что делает Денис, и все будет, станет на места. Итак, смотрите, мы тут и написали на ТОГО, чтобы больше понимать. Смотрите, что не все так страшно, что профессиональный код не такой страшный. Конечно, у вас остается еще один вопрос. Как же этому надо научиться? А вот она методика. Приходите в школу, научитесь. Значит, смотрите, ребят, ну логично ведь написано. Сначала надо научиться, писать, читать код, а писать потом, да. Это, будем говорить так, как бы слитные процессы, но я вам сказал, проверяйте себя. Если вы не можете описать код, то чем вы учитесь, ребят? Открываем наш вопрос. Чему мы учимся? В чем заключается ваша методика? В том, что вы на табуретке пишете доску и думаете, строите дом, но ведь это бред, ребята. Так что надо делать? Ну, давайте. Вот смысл школы Басмаровского выразил в одной строке. Школа выделяет одни конструкции языка по отношению к другим. Например, понимая функции по шаблону, который определен выше, легко можно понять методы и классы. В отличие от других школ, где материал дается от начала до конца, что он превращается в кассу, у нас используется принцип формирования ядра языка. И вот этот провокационный вопрос для вас. Какой язык вы будете учить первым, какой вторым? Ну, ё-моё, ну, ребята, ну, нельзя же быть так на всё. Открываем Джейсон. Почему Джейсон возможно было написать? Или это случайность? Джейсон состоит коллекция пар имя и значения. Работает для всех языков. Иными словами, любые данные можно с одного языка передать на второй. У нас есть уроки, кстати, и поэтому работы с JavaScript через Джейсон на Джанго. В большинстве языков это реализовано как массив, вектор, список или последовательность. Ребят, что здесь написано? Здесь написано, что типы данных есть во всех языках. А теперь давайте докажем простую и совершенную истину. Простую истину. Для кого я писал эту статью? Для ребят в школы, которые пришли недавно или которые упустили функции. Теперь я вас спрашиваю. я у вас спрашиваю. Ребят, у вас я спрашиваю. Именно у вас. Итак, открываем список. Что говорит Бовсуновский? Ну, давайте посмотрим логически. Логически Бовсуновский говорит следующее. Откройте любой файл. Что здесь вы видите? Дев. Откройте файл другого языка, будете видеть ключевое слово Fun, Function. Иными словами вы видите методы и функции. Это основная структура языка. Ну, наверное, не зря ж, если из этого все состоит, то этому надо научиться. если вы мне сейчас будете рассказывать, что аааа, там надо, чтобы понять вы что, что не городите хуйни. Извините. Ну, как сказать по-другому? Ребят, ничего не надо. Надо знать, что Dev это ключевое слово, имя функции, скобки, тело функции. Какой язык надо узнать, знать, чтобы понять, как устроена функция. Поэтому вся работа начинается с функции. А вот что определить функции главное, рассказываю в школе. Но ведь как проверил себя Денис? Начал писать функции, изучил на Python, начал писать потом на C пописал, на Go пописал, на JS пописал, понял, что может писать. Что ж он такого узнал? А вот узнайте в школе у нас. Почему это он начал писать на всех языках, на любых? Теперь вопрос. Хорошо, вы не знаете функций, потому что if, else, try, except, это можно изучить в любое время. Да, это важные конструкции, но это не является основным. Есть основные конструкции, которые, другие конструкции являются логическими. Как происходит в большинстве случаев? Человек проходит, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, учится, потом функции проскочил, дальше бла-бла-бла-бла, уже классы. А у него спросишь, вот я у вас спросил, скажите мне, пожалуйста, а функция, метод, класс, это разные вещи? Ну, вы скажите, конечно, разные. Ну, да, разные. А что вы еще можете сказать? Вы скажите, конечно, мы можем сказать, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, классы наследуются, а я вам скажу по-другому. Что понял Денис? Что функции, классы и методы это одного поля ягоды. Все они работают с одними и те же исключениями. И у него бац, и сложилась единую картину. И если для вас это разное, то для него это одно все. Просто выполняют разные задачи, имеют разные структуры. от бац, что мы поняли. А вот мы поняли опять же новый принцип. К этому надо приходить. На самом деле, если проследить все сообщения, а в группе вы можете повторять за ребятами, которые делают, кто-то работает в группе, кто-то повторяет, у кого-то есть один час в неделю, понимаете, у всех по-разному. Но все ребята, которые работают таким способом, будут писать. Иными словами, в школе есть две возможности. Вы можете заниматься по урокам, но кроме этого работать в группе. В чем заключалась моя конкретная роль, когда Денис работал в группе? Чтобы он не свернул с нужного пути. Сначала, когда он пришел и написал первое сообщение, когда мы поставили на место функции, он написал такое сообщение, я не буду сейчас его искать. Было такое ощущение, что я смотрел сериал из тысячи серий и не мог не найти первую. Был тот момент, когда он собрал в голове и начал писать. Потом были вопросы дальше, потом были вопросы с итерациями, то есть он много прорабатывал, много работал. Я единственное, что сделал, это смотрел. Вот допустим, в итерациях был опасный момент, когда он поработал с итерациями, а много из вас решает примеры, это абсолютно бесполезное дело, ребят, забрасывайте это херотень. А я ему сказал, вот я ж не зря вам дал вот это видео посмотреть, вы здесь все поймете. да, крутой код. Понимаете, есть разница. Вот вы открыли, я буду решать примеры. Идите вы почитайте, как цепу комбайна менять. А что, скажете, вам это не надо? А что, вы думаете, то, что вы делаете, вам то, что вы делаете код и понимаете в рамках кода, это не работает. Я привожу постоянно пример. Работает то, что у вас происходит в жизни. Вы приехали на дачу, у вас пыльно, нет веника под рукой, ну, намочите тряпки, но нет воды сейчас, да, допустим, там, ну, снег есть, снегом, ну, как-то уберете пыль. У вас есть шаблон. Так вот, шаблон, потому, что у вас есть смысл, у вас есть, как я говорю, полуфабрикат, как это сделать. Так вот, когда мы открываем код, ребят, и понимаем, что, например, давайте откроем именно тот код, тога, да, да, понимаем, что мы этот код разбираем, да, что у нас есть проверка объекта, вот тут в этом моменте, пожалуйста, открывайте Jupyter NoBook, открывайте, делайте куски кода, но теперь у вас есть пример использования, вы понимаете, зачем это делать, и это останется в голове, и вы видите реальный код. Бовсуновский не выступает в школе, что, вот, я учу писать код, нет, я учу ребят работать с документацией, это называется система работы с кодом, с исходным кодом, показываю, какие конструкции языка, рассказываю, надо изучить и почему, какие надо затереть, как это сделать, а код они учатся писать у профессионалов, где еще лучше, Бовсуновский так не расскажет, а у профессионалов они научатся писать, как решаются вопросы, что делается, но они его читают, ребята, так что, вы мне скажете, теперь трансформация программиста невозможно, ребят, если вы пойдете таким путем, бла-бла-бла, первые списки, там будете изучать по порядку, намешаете кашу, то никакой трансформации не будет, и писать вы не будете, единственное, что у вас будет каша, что делает большинство в этом случае, правильно, пользуются гуглом и копируют код, ищут код, который похож на ним, поняли, вроде как поняли, а думать когда-то мы будем головой, ребят, надо думать, вот эти видео я записал специально, что здесь важен всего лишь настрой, отвечаем на вопрос, когда возможно действительно серьезная трансформация, скажите пожалуйста, а что вы развалитесь, если вы начнете читать профессиональный код, стоп, я же не сказал, что вы не можете, я же не сказал, что вы сейчас будете вот так дальше изучать, не, ребята, дело не пойдет так, если так изучать, как вы раньше изучаете, то какая трансформация, это все сказка тогда, поэтому, ребят, я вам рассказываю, откуда будет трансформация, и вы начнете сейчас верить, ну, прочитайте эту статью и будете верить, ну, давайте так рассуждать, давайте рассуждать так, вот тут я, начиная с ООП, вот эта статья, которую я вам дал, как раз дал ребятам, которые вот пришли, допустим, а если я то, не знаю, а если я это, не знаю, и давайте я сейчас вам приведу примеры, значит, открываем и читаем, еще раз, быстрая трансформация, тут укладываем, первое сообщение, по-моему, у Дениса было в сентябре, да, когда он, я не буду искать, в сентябре 2022, сейчас февраль 23, в сентябре, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, к февралю, к февралю, профессионально знает итерации, работая с любыми функциями, все, что касается там функций, все, вот это он пишет, все читает, начал, работает с документацией с исходным кодом, неплохо, да, писать будет, то есть, давайте мы вкладывать слово трансформация, это насколько быстро вы, то есть, если вы сейчас, буду ругаться, блять, учитесь на курсах, которых себе придумали, сейчас я приду на курсы, послушаю и буду программистом, хуя вам, не будете, блять, ну неужели нельзя по-человечески рассудить, если я буду пилить доску, то у меня нихуя не получится, дом я не построю, правильно, потому что программирование это рынок, там есть программирование, есть рынок, представьте, приходите вы, по два занятия в неделю, вы будете учиться год, чему, будем на неделе проходить списки, а что это такое, а хуй его знает, ну ничего, потом, а еще есть профессиональные курсы, не буду называть источники, да давай, давай, сейчас прорвет, да блять, пиздуйте вы в комнату сейчас, разбросайте вещи, потом ходите, сейчас, 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 наведется порядок, да ни хрена не наведется, в общем-то, объяснил нормально, да, и так, трансформация, ребят, только с вашим участием, то есть, не кто-то вас будет трансформировать, а вы ручками по клавиатуре и попиздили километры набирать, понятно, ну вот вижу, что понятно, приятно, понятно, не без вашего участия, основное правило в программировании, как и в любом деле, это подход, подход, открываем, вот то, что вы проходите там, где приходят преподаватели ни при чем, преподаватели в основном копейку зарабатывают, абсолютно похрен, вы будете писать или нет, а мне не похрен, ну хочется мне, чтоб люди писали, у меня куча недостатков, ну люди пишут, вот один хороший, хоть одно что-то хорошее, поэтому, ребята, подход заключается всегда в том, что вот как в жизни, послушайте, вот есть автомобиль, я вам объясняю, я вам объясняю, хотя мужики это и так знают, ну представь, машина работает неровно, что надо сделать, допустим, да, троит, то есть, сказать человеку, попробуй, выкрути свечу, выкрутил, закрути новый, закрутил, все, пошло работать опять нормально, то есть, у тебя не работала свеча, он закрутил, выкрутил, понял, где, откуда, все, он теперь знает, он запомнил звук, он запомнил, что делать, все, просто, принцип, тогда мне скажите, да какого хрена, если вы видите, открываете файл, открываете файл, и там везде функции, 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 где этот файл золотой, функции dev, dev, то я спрашиваю, почему, не поняли о чем, я спрашиваю, почему вы их сейчас не знаете до блеска, что вы хуйней маетесь, что вы там изучаете, что вы пыхтите там, что там пыхтеть с этими типами данных, если вам некуда их сцепить, если у вас логика нигде не работает, что здесь сложного, а ничего сложного нет, поэтому правильная система обучения программирования заключается в том, что есть вещи, которые надо знать от и до, это функции, в школе рассказываем, что функции их надо знать, это относится ко всем языкам, я ж не зря спросил этот вопрос, какой язык второй, а какое нахрен имеет значение язык, или что, функции, или методы в другом языке разные, там синтаксис другой, там синтаксис другой, которые являются ключевыми, есть вещи, которые можно изучить в любой момент, как смысловые, даже мне пишут иногда, люди, да, такие вещи, не зря же, какие вещи, ну давайте рассмотрим, типы данных, вы мне скажете, что новичок что-то понимает в типах данных, единственное, что надо с новичку сделать с типами данных, это в течение одного часа показать, это список, это словарь, и так далее, запомним, запоминаем, ну-ка скажите мне, новички, что вы знаете о типах данных, и начинаете вспоминать, да нехрензем нечем вам сейчас вспоминать, нечем, в три этапа проходятся типы данных, это не делается на курсах, потому что нету времени, поэтому первое можно познакомиться в течение часа, и просто рассказать на простом примере, вот у вас шкаф на кухне, есть, ну есть, там что стоит, ну типа чай, кофе и так далее, вы считаете, что шкаф это тип данных, то есть шкаф можно засунуть, кофе, чай и так далее, а языку куда засовывать все это? Не туда, ребят, куда вы подумали, правильно, числа, значит, надо в числа засунуть, значит, если много элементов, вот то, что мы пишем на бумажке, надо же как назвать, ну придумали список, но назвали это списком, мы придумали квадратные скобки, вот это список, и так далее, а потом пошли еще два этапа изучения, потому что то, что вы изучили списки и напрочь забыли, это считайте, вы уже писать вообще их никогда не будете, если еще не вспомните два раза, потому что с функциями, с изучением функций, мы изучаем второй раз, а что вы знаете, ну-ка, 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 что вы знаете о типах данных, давайте проверим, давайте проверим, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, что вы знаете, уверены, ну давайте, давайте, это очень сложно, я вам говорю, что это типы данных, и я не вру, скажите, пожалуйста, вы пришли на выставку собак, и там много собачек, как вы можете назвать всех этих собак, ну как вид, ну понятно, вы скажете, собаки, ага, тогда я вам спрашиваю второй вопрос, а как вы можете назвать виды типы данных, как вы можете назвать виды типов данных, где там это, ну вот, вот вы ж изучаете типы данных, но виды есть какие-то, думаете, я пойду пока кофе пить, а вы выключите и подумайте, прежде чем идти дальше слушать, ой, ну хочется, чтобы вы писали, ребят, конечно хочется, и будете писать, куда же вы денетесь, так что там про типы данных, не забыли, ну давайте, ну давайте, документация, а в глоссарии были? А, первый раз? Ну, пиздец, вы программист, молодец, молодец, чему учимся, хрен его знает, да, да, как ваш язык называется, хрен его знает, писать будете, хрен его знает, а, понятно, ты не учишься, хрен его знает, ты, значит, писать не будешь, хрен его знает, так может давайте писать? Писать или не писать, вот в чем вопрос, при себя то решили, будете писать, да вот же написано для всех, да, лист, CTR, типл, тайпл, байтс, вот ваш список, строка, кортеж, ага, это про собак, я что говорил, может, может проще, выучить, может проще разобрать, что такое последовательность, и свойства последовательности, что она может, а соответственно, что список, кортеж, и строка будут делать все одинаково, только с разными методами, и все, и даже в документацию не надо лезть, есть одно но, где поевать, вы же пришли, начали изучать, приходите, вы сегодня, изучали типы данных, а вот когда я буду программистом, я не знаю, ну, по той методике никогда, пока не изменишь, а эту методику, херня какая, классно узнать, вот видим тут, это рейбл, это рации, тут уже поехали, где-то, ай, там, слышали что-нибудь, произвлечение по средам, это оно, это оно, это оно именно делает, а вон, пожалуйста, вам, лея, да, я к чему это говорю, ребята, потому что, вот сейчас, вот я как раз и сказал, ребята, вот сейчас, когда вы изучаете классы, пришло время, поставить типы данных, на высокий уровень, но вот тут надо почитать, здесь же написано, все очень просто, так, в классах, когда вы будете работать с классами, да, мы работаем с классами, то там используется такое понятие, как функциональный объект, стоп, а подождите, а если мы не знаем, что такое функции, хорошо, то о чем будем говорить, догадываться, да может уже, блять, ребята, хватит догадываться, может пора, наверное, брать голову в руки и чего-то делать, а, чтоб не было так, что схожу по два раза в неделю на курсы, и буду охуенным программистом, в офисе буду с метлой там ходить, а может быть, хватит себя там говорить, что у меня не получится, что не получится, единственное, что может не получится, если сам себе пендали не дашь и не пойдешь, я сегодня изучаю функции, я их плохо изучил, я завтра изучаю, но, блять, три недели, ты, три недели, отдай функциям раз и навсегда, все, дальше процесс без тебя будет работать, мозги начнут работать, загрузи ты мозг, трудно, вам же надо все и много, не, ребят, так не будет, будет, как всегда, по чуть-чуть, нехуй делать в классах, если вы не знаете функции, что вы там будете делать, ну, идите, почитайте, классы, наследование, а работать с атрибутами, а хрен его знает, так у вас есть ответ, кроме хрен его знает, хоть какой-то, итак, пишу, второй вопрос, что поставить на место типы данных, ну, представляем, функции не знаем, методы не понимаем, классы, как работать, тоже будем туго понимать, тот момент, когда нам надо работать над методами типов, то есть добавление чего-то там в список, как вот мы ручечкой пишем, да, добавили, вычеркнули, только при помощи методов, нам насредоточиться на самых типах, то есть функции у нас уже, у нас прекрасно работают параметры, мы понимаем, что сельф, а может вам рассказать про ваше знание по классам, почти все свои люди приходят, я говорю, знаю только сельф, других методов не знаю, и вообще зачем они нужны, так что, ребята, не получается, по-вашему, только по-нашему получается, итак, чтение параметра на лету, вызов применения параметра, исключения, вы знаете, я злюсь очень сильно, да, я, когда человек присылает, и там одно исключение, я пиздец изучал, я так изучал, что у меня одно исключение, ребята, чем отличается школа Балсуновского от других школ, да потому что в большинстве школ, да им похуй, сколько у вас исключений, потому что им похуй, будете вы писать или нет, потому что вас надо занять, вот пришли, мы с вами будем сегодня списки изучать, но вы же занимаетесь, мы же занимаемся с вами серьезным программированием, мы доску пилим, вот вы сегодня пилите, да, это бредки, завтра будем пилить на стуле, послезавтра будем на столе, а после-послезавтра мы выйдем на улицу, вы понимаете, насколько это серьезно, и будем пилить на земле, ну-ну, исключения это помощники, ну получите уж, милый государь, хотя бы штук 200, чего, так и нехуй туда думать о программисте, если не можешь, исключения не можешь получать, ну-ну, может становится понятно? Ребят, ну немножко встряхнул вас, ну я, такой у меня стиль, вы уж извините, да, кому-то нравится, кому-то не нравится, я не хочу, чтобы вы себя обманывали, вот это первое, самое главное, ну, еще такой вопрос отвечу, если вы думаете, вот Буснов сидел и придумал, на 15-й год уже, да, на самом деле, после 10 лет, все это воспринимается естественно, зачем ждать 10 лет? так, школа это проводник у нас, в первую очередь, ребята, теперь вы начинаете понимать, что от того будете вы писать или нет, зависит от подхода, от вас что требуется, первое, разобраться, чему надо отдать время, ведь большинство новичков ходят в интернете и как, и если бы, вот мне сказали, да, что делать, я порыл землю, вот если бы мне тогда, в 2008, вот так вот сказали, объяснили, чтоб я точно понял, что надо функции рыть, да, сейчас, я бы столько лет не ковырялся, так вот, я вам и говорю, что надо делать, открываем нашу трансформацию, трансформация, абсолютно, может быть, довольно быстрая трансформация, только не сама собой, а, а только с вашим участием, первое, но если мы открыли файл, и там функции, и не надо сейчас говорить, у меня не получится, а может надо мышление программиста иметь, ребята, вот тут не надо, мышление программиста есть у каждого человека, скажите, когда вы идете в магазин, вы же соображаете маршрут, в какой магазин, зачем, берете список, или что-то вы в программировании другое будете делать, нет, вопрос в другом, что на сегодняшний день вы не можете связать свою реальную жизнь, да, с программированием, ну так поставьте себе цель, хорошо, итерация, сложно, стоп, холодильники бываете, заходите, заходим, и что делать, что схавать, да, и пошли, глазами, что схавать, итерация, раз, два, три, пересчитываем, бац, колбаса, бац, там, батон, бац, майонез, хап, жрем уже, ну, может не культурно, ну кушаем, ладно, в любом случае, вредно говорят, дело не в этом, ну назовите это итерацией, пересчет по одному, это вам кажется, что взглядом, на самом деле вы просматриваете все по одному, если вы начнете себя ловить, ну назовите это итерацией, теперь станет понятно, пойду, сделаю итерацию холодильника, конечно, домашние скажут, что, что это у тебя за слово, ну пересчитаю, что нам надо, что не надо, проведу поиск, яйца надо, пиши, яйца надо, колбаса надо, хлеб надо, то-то надо, так что не рассказывайте сказки, что у вас нет мышления программиста, оно есть абсолютно у каждого человека, который может самостоятельно, допустим, сходить в магазин, или сделать другую какую-то, другую вещь, дальше, следующий момент, ребят, настрой, специально записал эти видео, пишите крутой код, ну подождите, ну по крайней мере, чтобы писать какой-то крутой код, ну надо хотя бы его увидеть, так у меня вопрос, так что ж вы в исходных кодах не бываете, вы скажете, а я там ничего не понимаю, а вот есть ребята, которые отличаются от такого мышления, один парень мне пишет, с нуля, с полного, что я посмотрел пару видео на YouTube, и Дев знаю, что это функция Python, больше ничего не знаю, я ему отсылаю файл, вот это он единственное, я показывал видео, что он написал, что узнал Болсыновский, полный ноль, а если я так поведу-ка себя, ну не знаю, ну не знаю, полный ноль, я ему говорю, слушай, друг, ну все получится, иди изучай переменные, через неделю даю это же задание, и он у меня везде отмечает, где переменные, да, он много не выделил, но переменные он видит, он видит, при этом он видит профессиональный код, проходит время, давай с функциями разбираться, бац, читает, читает, да, что-то хромает, но начинает читать, чудо, да нет никакого чуда, дело в том, что изменился подход у него, ему сказали, работаешь с профессиональными файлами, работаешь с документацией, задача сейчас твоя, функции затереть, параметры до дыр, иными словами, если ты открыл файл, и даже хоть секундочку задумался, что перед тобой, ты не считал, что это, допустим, обязательный позиционный аргумент, передать на вход, это именованный параметр, который будет по умолчанию, что вводится, все плохо, идем дальше, но приходит момент, когда ты считал, когда ты читаешь, и это уже выходит на уровень, ну как ты книгу читаешь, да, ведь все это читается, а, стоп, что, 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 а, вы же там изучаете что-то, вы же что-то грузитесь, и изучаете, а, да, да, вы же по порядку изучаете, вам же надо по порядку, пока вот это изучили, вот тут уже забыли, вообще все забыли, пришли домой, и ни хрена не получается, а что должно здесь получиться, вы мне скажите, когда вы по порядку изучаете, что у вас выделилось, что у вас ядром является, к чему вы будете, какие-то смыслы, где у вас смысл, я вам показал, изучил функцию, открыл файл, у тебя смысл появляется, пусть на этом уровне, завтра будет другое, вот она, трансформация, но при вашем участии, но тут, может быть, и собака порыться, Диму, Дима есть, прекрасный парень, прекрасно получается кот, но присылает кот, с одним исключением, ой, ругался, ой, ругался, так все прекрасно, ребят, а теперь вы мне скажите, такую вещь, вот, да, вот проросло, пишет Денис, вот, самое частое исключение, один позиционный аргумент, передан два, мы проходили, понимаю, да, то есть, человек ловит, но понятно, кроме того, что изучать, нужна еще методика, в которой говоришь, как ты изучаешь функцию, ну, я учу параметры, научился, добрый учись, хорошо учись, да нет, ребята, так ни хрена не получится, надо, чтоб все красно было от исключения, их не так много для параметров функций, иначе получается, что тогда, а получается, як и тогда, зашли в новую библиотеку и обосрались, заходим, функция, а что мы тут видим, а что, это чем-то отличается, от того, что написано вот так, так бы вам понятно было, что еще пишем, чем-то отличается эта функция, да ничем она не отличается, просто написано по-другому, и дальше тело-функции, бла-бла-бла, открываем, патч, ну вы же уже с документацией начинаете дружить, не все написал, не все написал, да, еще одно надо было написать, так, смотрим, сейчас мы этот момент, да, правильно, логично, немножко ошибся, можно написать, можно написать, так, пойдет, ну теперь правильно, о колбасе умеем соображать, а программирование не умеем, ну посмотрели, что это, функция, дальше, параметры, что просто так, разработчики тут наставили нечего, смотрите, смотрите, давайте рассмотрим, продумали, роуты, вьюха, ну хорошо, написали по ней, здесь вообще ничего не написали, открываю я разработчик джанга, и хрен знает, что, во-первых, пишу, да, ничего не работает, но разработчики думают, как, я здесь поставлю обязательный позиционный параметр, то есть, надо обязательно передать позиционный аргумент, но ведь не может же открыться URL без имени, не может, второе, это джанга, кстати, надо функцию передать, правильно, иначе никак не будет работать, функции ведь надо передать, то есть, обязательно опять, все остальное есть, но необязательно, все другие параметры, пожалуйста, то есть, когда они создавали эту функцию, они думали, абсолютно так же, как мы думаем, как покрасить дом, каким цветом, и так далее, и вы таким думанием, но в разных ситуациях, занимаетесь каждый день, а здесь, что произошло, а здесь вы же все изучаете подряд, но ни хрена не получается, да, странно, ой, ну, видно, вы уже сами догадались, что не должно получаться, а потом, что-то не так поставили, получили исключение, и пошли в Google, а думать, а думать нечем, потому что есть еще сам стиль изучения, этих моментов много, которые подсказываю в школе, если мы работаем с функциями, то у вас красно должно быть, чтоб исключения эти, вы предвидели уже, ага, я смотрю на код и вижу, какое исключение должно сейчас произойти, ну что, проработали так функции, если нет, то хреново, ребята, трансформации не будет, не будет, поэтому, руки в ноги, пальчиками по клавиатуре, с километриками, и все произойдет, приходите в школу, кому нравится моя методика, ну, в уроках я не ругаюсь, я здесь ругаюсь, так, убираем, открываем, отвечаем на остальные вопросы, но по-другому, итак, для того, чтобы стать программистом, ведь программистом реально стать, я вам показал одного парня, есть и другие ребята, все двигаются, для того, чтобы писать код, в первую очередь, надо, я предлагаю работать, по определенной методике, которая заключается в том, что есть вещи, которые нужно отточить, и сделать системными, но сделать, добиться полного понимания, полного понимания, заключается в том, что вы считываете это, в коде моментально, второе, не надо бояться, я вам уже говорил, работать с сходным кодом, я не знаю другой школы, которая использует методику, профессионального кода, ребят, ну подождите, если вы читаете книги, ну нет в этом ничего плохого, но ведь в книгах профессиональный код не пишут, в книгах пишут код для новичков, но подождите, а что будет, какая разница, если вы будете работать с переменными, и узнавать их в профессиональном коде, но ведь их вы будете видеть, и это будет приятно, но вы будете заниматься делом, кроме этого, как вы поняли, кроме того, когда вы знаете, допустим, функции надо изучить, то надо каким образом изучать, какой методикой, что в них изучить, и что доточить, чтоб это, потом надо все это сложить, что оказывается, классы, и методы в классах, методы это те же функции, только сельф, а классы, ах да, вы же потом у вас, это разное, но странно, они все работают по одними тем же исключениями, а, о, нашли, нашли точку представления, а потом, когда осознали, в общем-то все просто, поэтому трансформация, ребята, возможна при определенном подходе, вот и все, ответили сами, какой язык будете изучать, первым, какой вторым, во-первых, в школе методика включается, изучая несколько языкового программирования, зачем, потому что, вы можете изучать, по сути дела, любой второй язык, любой, потому что, и я всегда рекомендую, изучили функции, проверьте себя на других языках, можете писать, значит все правильно, потому что все языки абсолютно схожи, абсолютно схожи, да, есть реализация по разному, да, есть какие-то моменты, но принципы все одинаковые, когда вы разбираетесь в функциях одного языка, то в другой язык заходя, вам достаточно посмотреть, что там такое параметры, и дальше вы начинаете писать сходу, все просто, вы знаете, как стать профессионалом, как вы поняли, я точно знаю, поэтому, хотите учиться по моей методике, приходите, единственное, что вы будете учиться сами, то есть, я не говорю вам, что вот придете, побудете, я вообще не отслеживаю, то есть, не отслеживаю, учится человек, да мне все равно, на самом деле, мне есть дело за ребят, которые работают в группе, потому что они помогают другим, я же не буду никого заставлять, ребята, но я четко понимаю, что те ребята, которые работают в группе, очень многие, вот мне пишут, что я вот смотрю, что делает Денис, мне помогло, мне помогли там те видео, я посмотрел ошибки, которые выдавали Дмитрию, Имка, то есть, я понимаю, что когда ребята работают в группе, то другие ребята за ним повторяют, кто-то стесняется, у кого-то нет времени, ну, следующее, нельзя выбрасывать из обучения, это две вещи, документацию и исходный код, в принципе, курс Жанга, здесь вообще мы используем документацию постоянно, то есть, в течение курса, это и есть система работы с кодом, много работаем с документацией, но кроме этого, очень начали много работать в группе, иными словами, видео я хочу удалить, но все-таки оставлю, понимаете, много ругался, да, мне это не очень, это нравится, скажу честно, но мне хотелось достучаться, ребят, понимаете, я не хочу там быть хорошим, плохим, я просто знаю, как писать, да, что писать можно, ну, себя я не изменю, с меня не получится такой, ну, понимаете, надо вот это сделать, культовненько, ну, не получится, да, 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 не получится, не поменяю я себя, мне надо было достучаться до одного, чтобы каждый из вас ответил на вопрос, а что я делаю сегодня, при этом не надо, я не говорю, что курсы плохие, просто есть разные цели, да, вопрос в том, что может дать школа, школа может вам дать понять, как изучать язык, тогда курсы, на которых вы учитесь, книги, которые будете читать, они просто будут для вас полезнее, понимаете, вы будете понимать, на что обратить внимание, ну, то есть, поняли, да, потому что, если вы думали, что вот, пройду там курс, это все не так просто, и буду писать, ребят, писать несложно, и я вам показывал, на примере Дениса, который сначала там написал, когда мы собрали функцию, он начал писать код, вот в тот момент, да, потом, где-то в итерации, кто пошел право, то влево, кидает человека, тут надо посмотреть, сказать, вот сделай до конца, то есть, чтобы, вот это вот смысловое, ага, если у меня есть список элементов, я могу при помощи итерации, код, документат, то, что он рассчитал, это потом вспомнится, запоминается, что, что я могу приехать на дачу, если нет веника, убрать тряпку, и у меня есть, не то, что шаблон, у меня есть полуфабрикат, да, шаблон, паттерном это не назовешь, паттерны более строгие, да, поэтому я не использую слово паттерн, я использую слово полуфабрикат, я могу, в конце концов, нарывать травы, и пол вытереть травой, то есть, у меня есть, что мне надо что-то взять, что вытирает, все. Возможно, ребят, увы, возможно, но при правильном подходе. Поэтому писал конкретно для ребят, которые хотят расти, хотят писать и готовы поработать. При этом не надо торопиться, не надо никуда лететь. Ребят, ведь скорость в чем заключается? В том, что вы себе решили, допустим, сейчас я буду две недели заниматься функциями, но основательно. Не надо быстро, надо просто качественно отработать, проверил, я читаю, я могу. Все, загрузили мозг по полной, дальше это вы все видите в коде. Все, как только начали видеть, мозг начал сам работать без вас, понимаете? Уже пошло наслоение, больше, больше пробиваются фишки. Но момент, что вы должны видеть, вы должны это понимать, отследить. В принципе, вот в этих видео, да, где я показал, надо в первую очередь увидеть этот крутой код, надо не бояться его, и мы разбираем. Просто это видео я писал, потому что я собираюсь сейчас делать ООП, вот по другой методике, что давал статью уже, ну не то, что по другой, просто я хочу сделать, как, раньше я больше делал как бы учебный материал, а уже в этом курсе делают, все делаем на профессиональном уровне. Что это значит? Это значит, что мы смотрим эти видео и понимаем, что профессиональный код понять не так сложно. И давайте вот этот уровень возьмем и будем потихоньку именно отсюда идти по классам, да, но работать с профессиональным кодом. Это нигде так не делают. Бовсуновский так делает, потому что может делать, понимаете? Бовсуновский это может, потому что хочет вам сказать, что? Что, ребята, ведь не надо 15 лет как Бовсуновский, да, делать. Вы сегодня, особенно много молодежи, да, вы сегодня только начали изучать программирование. Допустим, кто-то уже года два слоняется и все говорит, я не могу писать, сегодня надеюсь, что увидел, что можешь, да? Так вот, ноги в руки и погнали делать, тогда все получится. Но не слюнчайничайте, если сказано, что надо исключения, через исключения изучать. Значит, вы получаете эти исключения, у вас все красно, да синевы. Вам на код посмотрели, уже знаете, какое исключение будет, когда набираете. Вот это нормально, это работает. Ребят, ну, дико устал, выложился. Ну, что тут сказать, все получится. Да, школа. spb-tut.ru Я всегда рекомендую сделать правильно, пока есть возможность, допустим, лучше купить на блокчейн, еще и да, spb-tut.ru Там можно купить питон, жанга, допустим, плюс блокчейн, потому что функции блокчейна пробьют мозги капитально вместе со всеми. Но это не так важно. spb-tut.ru Кроме уроков, работаем в группе. Единственное, что, ребят, я работаю в группе тем, кто работает. Потому что иногда ребята задают вопрос, а вы проверяете, делать мне нечего. Там в школе, ну, я не буду говорить много людей, я буду проверять. Я с днями буду сидеть. Нет, ребят. Принцип другой. Я работаю с теми, кто работает активно в группе, потому что я четко понимаю, что другие ребята, эти уроки могут кто-то посмотреть, кто-то проделать. У кого-то есть один день в неделю, да, заниматься программированием. Но важно, что он будет заниматься им в правильном направлении. Итак, ставили вопрос, и вы, я надеюсь, его ответили. Быстрая трансформация. Вот на примере Дениса я показал. Вот человек был такой, вот стал такой. Что он сегодня разбирает? Завтра понятно, что еще будет круче. А когда пройдет класс и уже досконально, то вообще будет песня, да. На самом деле, что надо? Решение. Что надо, чтобы? Решение. От вас требуются две вещи. Первое. Не бросать язык. И все. А все остальное получится. Но вашими ручками, с четким, с четким, вы четко должны отдавать себе отчет. Что я буду делать? Что мне надо, как я сказал, выучить? Зачем это сделать? Везде ответим зачем. Вот это и есть задача школы. То есть школа, как навигатор, которая ведет вас по программированию. Но я сказал, что не обманывайте себя. Если вы сегодня прошли материал, сделали одно исключение, завтра зашли в файл, и мы параметры уже забыли. Ребят, так вы писать не будете ни при каких-то складах. Если есть слово функции «затереть», значит, что это значит? Перевожу на человеческий язык. Это считайте, что каждый день вы пробегаете 20 километров в течение трех недель. То же самое и здесь. Вы не ограничены по времени, не надо торопиться. Но считайте, что вы должны настолько затереть функции, чтобы открыли файл. Не прошло и миллисекунды, и вы все считали. Считывание параметров, вызов функции, исключение, все это. Скажите, когда это знаешь, трудно отработать? Не трудно, а на самом деле трудно. Потому что вот это начинается рутина. Эта рутина и отличает тех, кто быстро начинает писать, и тех, кто медленнее начинает писать. Одни ребята, понятно, и погнал, и погнал, как Дениса показывал. Месяц мучил с итераторами. Месяц пишет, не прилипает. Вот чувствуется, да, предел, да, уже кипит, уже надоели итерации. И уже все, он нас выдвигает в сторону. Пишу видео, показываю. Остался один шажок. Один шажок. Теперь надо эти итерации увидеть в коды в конкретных ситуациях. Запомнится ситуация. Есть список элементов, и я удалил один. Как я могу проверить, сколько элементов? Только провести итерацию. Пересчитать и сказать, 29, да, нас 29. А дальше применяй. Ага, есть список, чего, чтоб не делал, останется эта ситуация. Но, смотрите, результат какой приятный. Я же обратил внимание ваше. Пишет. Пишет, пишет, пишет. Момент такой. Смотрите, это уже на автомате, вот. Он даже сам не понял, скорее всего. Итерируется на вкус словарь, применяемая тайтамс. То есть все. Четко, четко, четко. Супер. Вот. Вот, вот, вот он результат, да. Этих его итераций. Да, месяц. А почему месяц итерации? А потому, что без них в языке, то нечего делать. 90% языка, где бы не ездили, везде надо итерация. Ребят, спасибо за доверие. Хотел удалить. Может, завтра удалю. Сегодня, сегодня, со всеми ссылками, которые я обещал, выкладываю, да. В общем-то, все получится. Приходите в школу, все получится, действительно. Не переживайте. Понравилось видео? Да. Не забудьте поставить лайк. Спасибо большое. Спасибо за доверие. Очень рад. Очень рад. Как, ну, сейчас с детками, так, Винни-Пуха ставим, как он наелся. Очень рад. Мы пошли. Ну, мы пошли. Так вот. Вот на эти вопросы по-другому, то ответьте, ребят, теперь. Подумайте о моих словах. Спасибо. 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 Спасибо.